Спасибо. Ну да, да, понятно, но это в случае, если, да, я выйду и может помахать руками, ничего, если вот так, я отсюда. Я думаю, что это хорошо. А вы без камеры, да? Я с камерой включу. Лучше включить, это всегда спокойнее слушателям снаружи видеть, что кто-то от чего-то дергается. А когда не видно снаружи, это вызывает некоторое напряжение. Ну сейчас видно, камера включена только на зал. Ну и пусть будет на зал. Сейчас мы можем вот это включить. Нет, вот для этого вполне достаточно. Видно, что люди есть и видно, что люди живые. Спасибо. Ну, вот, дорогие кореи, о чем я хотел успеть рассказать в своем докладе. Это, во-первых, как возникла вообще концепция линейного квантования, зачем она, и дальше, как с помощью линейного квантования можно изучить весь такой физически разумный класс линейных квантований в случае, если, понятно, у нас фазовое пространство исходной динамической системы линейное. То есть уравнение линейного квантования в такой декартовой пеногольной системе координат не с помощью оператора там лопласса в билетране, а вот старая производная считается обычным образом. Оператор лопласса такой совершенно стандартный. В принципе, это важно, потому что ровно по этой причине квантовая гравитация допускает очень многогранные подходы, так сказать, к своей реализации. И связано это с неоднозначностью расстановки некоммутирующих операторов. Вот впервые лично я с этой неоднозначностью столкнулся, когда захотел проклонтовать гамильтониан, отвечающий Лагранжиану Дарвина за паздование взаимодействующих зарядок. Там аналогично можно было взять книгу Фока, известную нашу книгу «Теория пространства, времени и тяготения», и тоже обнаружить там слабоэктивистский Гранжиан, Фока Фихтенгольца Инфильда, как он называется. И тоже обнаружить, что есть перекрестные члены, которые описывают запаздывание взаимодействия в терминах локального времени, то есть в терминах именно вот сейчас, не в виде интеграла от запаздывающего потенциала, а этот самый запаздывающий потенциал разложен по степеням ВФЦ и ограничивается консервативностью системы, то есть до В квадрата, С квадрата, потому что в следующих порядках начинают проявляться эффекты излучения, тогда система не совсем консервативна, это неприятно, а пока вот С квадрата, С квадрата, у тебя там вполне хороший гамильтониан, и ты вправе записывать закон о сохранении. Все почти как в классике, но только есть те отличия, что потенциалы и кинетические потенциальные энергии не разделены. Там происходит умножение импульса на какую-то функцию от координаты, и тогда встает вопрос, где расположить в квантовом операторе импульс? До координаты? После координаты? Как расположить? С двух сторон расположить? Как расположить? И выяснилось, что народ отчасти этим занимался, очень умный народ, занимался в 20-х годах, думая, как расположить в 20-х, 30-х, думал, как это все расположить. И в целом пришли, в общем-то, к двум квантованиям. Одно квантование Веля, поскольку очень удобно с точки зрения некоторого формализма, а другое квантование Йоргена, которое ушло в так называемые Йоргеново алгебры, это взять полусумму операторов АВ плюс БА, и они всегда становятся симметричными, неважно, как они там коммутируют между собой, не коммутируют. Вот это всегда такая удобная конструкция. Квантование Веля в этом смысле тяжелее, зато удобнее с точки зрения формальной логики. Но интересно то, что где-то в 60-х годах Феликс Александр Суберезин, теоретик работающий в стекловке, он развил начало теории линейного квантования, описав, как можно было бы конструировать функции от операторов в рамках некоторого общего подхода. Правда, этот общий подход был сформулирован на примерах так называемых ПК квантований, когда все операторы П перед операторами Ку, ну, П импульсы, Ку координаты. Ку, 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 Ку. И стал вопрос, как можно описать некоторые единые формулы, все в принципе возможные линейные квантования. Вот, значит, эти задачи были, ну, в известном смысле решены, вот в работах 1 и 2, которые здесь на слайдах. Вот, значит, 89-99 годы, это вот мы работали вместе с моим учителем, научным руководителем Игорь Павловичем Павловским, который был, значит, учеником Багалюбова. Я же, значит, уже опосредованно, так сказать, вот, да. То есть отчасти, якобы вот в этой школе и в той терминологии, которая там была принята, вот, живу. Ну, и вот впоследствии отсюда вышли такие, что основной результат, который был получен в пунктах 1 и 2, состоял для меня в некоторой, я бы сказал, неудачной, неудачном ответе. То есть ответ-то был получен, но с моей точки зрения был неудачным. Потому что оказалось, что для произвольного линейного квантования у меня не получается написать уравнение эволюции функций Витнера. Вот для квантования Виэля и для некоторых несимметричных квантований, пожалуйста, для некоторых. А вот для общего класса линейных, которые вроде бы как мы ввели и обосновали, не получается. Я сейчас скажу просто комментарий, может быть, для слушателей зад экраном это будет интересно. Это отображение, которое касается двух существенных вещей. Это коммутационных соотношений и динамики. Все-таки динамики. Это другая история. Все-таки динамики, да. И основные трудности, конечно, потом, как мы стали осознавать, они происходят из того, что мы хотим одновременно и динамику из классической в квантовую перевести, и статистику как-то из классической в квантовую перевести. И одновременно это перевести в рамках одного и того же идеологического подхода получается не очень. Ну, далее пошли работы, связанные с применением так называемых формул Фильмана, которые были обоснованы для генетонного системы Олега Георгиевича Смолянова в университете. И вот в тандеме с Агбаевым и Смоляновым у нас получились довольно любопытные работы, применительно тоже в такой вот схеме, конечно, кратных аппроксимаций, которая хороша тем, что у нее есть доказательная сходимость. Вот, ну, условно говоря, как обычно строится решение для эволюционного уравнения или построения равновесных распределений, если у вас точного решения нет. Вы, значит, знаете точное решение какой-то идеализированной задачи, потом к нему добавляется возмущение, ну и в первом порядке, там, во втором порядке, что-то вы посчитаете. То есть это, как правило, для классических задач физических это нормально, но проблема в том, что мы не можем сказать, как сходится ряд чего-либо из мужчин. Сходится он вообще куда? Он же асимпатический, понимаете? Почти всегда расходится. Да, почти всегда расходится. И с этим ситуация неприятная. А вот метод, который был развит с помощью фейненовских интегралов, показалось, сходится всегда. То есть это некоторая конструкция, которая эквивалентна теории вероятностей, теории бесконечно-деливых распределений. Вот некоторый такой аналог, что полугруппа от аргумента, деленного на n в степени n, является самой собой. То есть если у от генератора полугруппа, то у от t на n в степени n, да, извлечение корня и возведение степени, оно как бы перестановочно, что называется. И выяснилось, что этот путь помогает построить операторы тех систем, для которых не имелось аналитического выхода. А сходимость доказательная. Это класс полугруппа. Простите, я помню, приблизительно в 70-е годы Березин написал обоснования для этих самых фейненовских интегралов на каких-то ограниченных подножках. В отличие от... Да. И вот совершенно верно, очень хорошее замечание. И он сам в этой работе, о которой вы говорили, писал, что для того, чтобы обобщить вот это рассуждение на более другой случай, мы же понимаем, что оно правдоподобно, но не является доказательством. Достаточно, да. И вот надо бы, чтобы это было как-то разница. И вот после этого замечания Березина, значит, прошло 40 лет. То есть надо понимать, что народ вот долго двигался в этом направлении. Ну, значит, я начну с такого очень понятного, наверное, как вот студенты второго курса. Динамика Ирака, да. Это такая хорошая динамика. Очень хорошая такая, значит, конструкция. Если у нас есть классическая динамика, то мы рассматриваем динамические величины, продифференцируемые вещественные функции, обобщенных карбинат импульсов, декартом пространстве. Есть гамильтиньян, ну, для простоты, вот, купе в R2, ну, и R2N, в общем, понятно. Вот. И у нас есть уравнение, и, значит, прекрасно, мы с ними живем. Решив уравнение, мы можем задать начальное условие. На нем, на этом, на множестве начальных условий, задать динамическому вариантную меру. И вместо решения задачи RTL, решить задачу для функции распределения этих начальных условий. И, значит, обсуждать, как система ведет себя в целом. И тогда любая динамическая величина, которая эволюционирует в силу того, как меняется Q и P по уравнению гамильтона, мы можем, значит, найти среднее значение, ну, и прочие моменты, значит, динамической величины, просто проинтегрировав ее в динамический вариант. Какой-то классный распределение. Да, конъектовый классный распределение. Вот. И замечательно, вот эта схема есть. Что происходит в квадвик динамике? Квантовые динамики мы классическому состоянию, которое живет в виде наборов траекторий фазового пространства, мы квадвовые состояния трактуем как функционалы. То есть они все понимаются в слабом смысле, в отличие от сильного смысла классической динамики. То есть, ну, классический динамик тоже можно в слабом как-то понимать. Вот. Но квадвовые состояния совершенно четко они трактуются как некоторые функционалы, заданные на пространстве, как говорится, пробных функций, которыми здесь обозначены буквы ПСИ. Значит, состояниями называются эрмитовые матрицы, положительно определенные с единичным следом, ρ от x, y в t. Это матрицы. Эрмитовые операторы наблюдаемые называются, и некоторые из них наблюдаемые гаммертиням, в котором определяется эволюция указанных пробных функций. И вот уравнение эволюции пробных функций. Вот оно такое. H с вами будет обозначать матрицу оператора в выбранном базисе. В базисе может быть любая полная, артнормированная система функций Гильбертон-простракций. Ну, понятно, что удобно выбрать собственные функции Гмельцениарта. Чего ж, куда-то далеко ходить. И по всяким хорошим теоремам, у Гильберта Шмидта такая система собственных функций существует, и мы не будем жить. И есть квантовое уравнение любили. Вот Роскрышка — это оператор матрицы плотности, которого Ро от Иксиди, в представлении нашем через функции Пси от Икси от Икси. И тогда в терминах уровня звука останется звук. И тогда произведение операторов трактуется, как некоторый интегральный оператор действующий на матрице. Матрица H с волной, матрица O с волной — это маточные элементы соответствующих операторов, которые обозначены как крышки. Ну и тогда среднее значение оператора — это след оператора с матрицей плотности. Слово не было сказано, но Ашро слева — это коммутатор, поэтому вот разность. Ашро — это коммутатор. И вот основной вопрос, который возникает с точки зрения философии, он тут написан как «основной вопрос квантования», но это основной философский вопрос квантования — это принцип соответствия. У меня есть классическая функция А от координаты импульсов, математически называемая символом оператора. Как по символу А от Кубе построить квантовый оператор? И второй вопрос. Как по динамически-инвариантной мере построить квантовое состояние Ро? То есть у меня есть функция распределения классической системы, у меня есть динамическая классическая величина. Достаточно ли этого знания, чтобы действуя именно только с ними, ничего больше другого не делаю, а беру вот эти вот две функции, и есть у меня слово под названием правило квантования, и я переношу одно в другое. Виноват, я для себя уточню, динамические инвариантные меры для меня здесь встретились впервые. Это та плотность функции распределения, которая удовлетворяет уравнение Рювиля в соответствии с заданным гометомиатом. А если я задам линейный, ну вообще какое-то квантование, то есть укажу в соответствии в сторону, как квантовать динамическую систему, то я могу, конечно, построить квантовый оператор. Как он строится? Ну, считается из тривичных физических соображений, можно и всякими линейными квантованиями брать, но все-таки хорошо, чтобы, допустим, в их представлении оператору координаты отвечала бы буква Х, а тогда оператору В, как в теории псевдо-дифференциальных операторов, будет отвечать оператору минусы HDPD. Ну, это вот такая стандартная схема, которая, собственно, следует... Линейная относительно линейных комбинаций. Вот. И вот уберите, ну, вот оно следующее определение линейного квантования. Линейным квантованием называется такое ядро K от QPXY от четырех переменных, которые связывают между собой матрицу оператора A с волной от XY и классическую динамическую величину A от QP, вот таким вот интегральным преобразованием. Так что результат действия оператора Q на оператор A, оператора P на оператор A, оператора A на оператор Q и оператора A на оператор P выражаются некоторые линейные операции с символом A от QP, вот по формуле, которая внизу, с некоторыми коэффициентами. Альфа B это там мелодиямка. Вот. Все конструкции, которые удовлетворяют такому правилу, называются линейным квантованием. Было получено следующее представление общего линейного ядра квантования, как оно может, в принципе, выглядеть. Это вот ответ на вопрос о том, как выглядит общий линейный квантование. Оно выглядит так. Берется, вот если мы уберем мысленно интеграл с буквой Q, и, соответственно, DTAU тоже уберет, то то, что остается внутри, называется TAU-квантование. ТAU-квантование. Это вот такое немножко кривоватое с точки зрения буквы TAU ядро, которое, значит, это точечно обобщенная функция такого вида. Оно только при TAU равном одной второй является эрмитовым. И отвечает квантованию Вейля. Вот ядро без буквы Q, вот с такой дельта-функцией с экспонентой, когда TAU равно одной второй, это ядро квантования Вейля. То есть вот по предыдущей формуле, которая вот здесь, А от XY, равная интегралу А от QB, когда вместо ядра К ставится вот эта дельта-функция с преобразованием в Фурье, на выходе получается матрица оператора, проквантованного правилом Вейля. Если я не ошибаюсь, впервые он это написал в своих лекциях, как грустно. Да, да, совершенно верно. А вот обобщение я не встречал. Обобщением представляется следующее. Это вот линейный интегральный оператор с некоторой функцией, будем ее называть функцией симметризации, от которой требуется, если мы хотим, чтобы оператор был эрмитов, необходимо и достаточно, чтобы вот эта функция была симметрична относительно центра отрезка 0,1. А так вообще она может быть любой. Обобщенной функцией, обычной функцией. Но интеграл от нее с точки зрения принципа соответствия равен единице. То есть это, но в принципе она может быть псевдомерой. То есть она не обязана быть плотностью распределения вероятности. Это просто некая линейная комбинация вот таких конструкций. В итоге получается, что результат действия так проквантованного оператора с таким ядром выражается. Если у меня динамическая величина, это некоторый потенциал на импульс в некоторой степени, конечно, можно произвольные функции от импульса, но задай это как бы нелокальное оппантование, это неприятно. Ну там корень будет с единиц плюс по квадрат, это неприятно. Это уже интегральное преобразование, это как-то все. Поэтому такая полуплассическая конструкция, которая идет, естественно, от слабоэльтирийских гамильтониан, она связана с тем, что желательно, чтобы рассматривать динамические величины полиномиальные по импульсам. А коэффициенты примеют какие-то функции от ху. Ну, понятно, нужное количество раздифференцированных. Тогда весь цивис, так сказать, квантование сидит вот в этих числах, в моментах функции симметризации. То есть интеграл по всему отмину бесконечности и бесконечности, как во всех обобщенных функциях. Вот если вот такая вот конструкция имеет место быть, вот эти числа нам откуда-то известны, то оператор, отвечающий такому классическому символу, представляется с заданной функцией. И то, что характеризует квантование, это характеристическая функция вот этой функции симметризации. Будем ее обозначать, х с индексом q. Она, понятное дело, выражается, как обычно в теории вероятности, она выражается через сумму своих моментов. Это стандартное некоторое представление. И несмотря на то, что зачем у нас был ограничен по m, здесь у нас присутствует... Да, это... Преобразование лаконаса, поэтому... Да, это стандартная бравистая конструкция, и мы рассматриваем все возможные варианты. Ну, вот конкретные примеры. Для обмантования видео вот эта функция симметризации, это просто эта функция от точки 1 на 2. Все моменты этой функции, 1 на 2, все пиняка, характеристическая функция экспонента. Есть... Вот в квантовании Йордана это полусумма, qp и pq квантований. Все моменты функции симметризации равны 1 и 2, характеристическая функция такая. И редко, но... В принципе, разных квантований очень много разных людей. Но вот некоторые три достойных, как говорится, гражданина. И обман говорил, что давайте мы вообще все возможные способы расстановки qp возьмем равновесом и поставим вот такую функцию. Тогда у нас будет такая характеристическая функция квантования. Но дальше возникает забавный вопрос. Вот у меня есть вот такое вот ядро. И обратное ядро к нему, которое дает вид классического символа по квантовой матрице, оно вот в таком виде реализуется без буквы qp. Только для того квантования. А когда вы берете сумму двух таких вот конструкторов, допустим, о квантовании ержа, то для него написать обратное ядро как-то не видно как. В какой-то момент обратное ядро надо строить. То есть, в принципе, на уровне построения туда у нас проблем нет. То есть мы взяли какое-то ядро и построили. Дальше нужно попытаться построить по квантовому оператору классический символ. Зачем это надо? Вот представьте себе, что вы находитесь в задаче нахождения какой-нибудь квантовой статистической схемы, и вы хотите рассчитать разные термодинамические параметры. Для этого, как известно, нужно бывает посчитать дисперсию собственных значений оператора энергии. Дисперсия уже квадратичная. Правильно. Именно так. Для того, чтобы теплоемкость там квадратную систему считать, надо считать некоторые хитрые вещи. И возникает вопрос. Вот я проквантовал систему. У меня есть соответствие между оператором мегментона и классическим мегментониартом. Теперь я рассматриваю оператор аж в квадрате. Ему что соответствует в классическом смысле? Могу ли я прокомантовать квадрат гемментониарта обычный? По тем же законам и получил аж квадрат. Понятно, что не могу. Понятно, что вообще говоря. Извиняюсь, конечно, что прерываю. Нам нужно сейчас пойти поздравить меграйна и вернуться обратно. Я думаю, это не займется более пяти минут. Хорошо. Но если вы позвольте, я тут немножко продолжу. Ну, пять минут, я чуть-чуть тут поговорю. Нет проблем. Конечно, конечно. Просим прощения. А вот как вы выгорнулись для квадратичных, это очень интересно. Я скажу. Для квадратичных я скажу. Продолжение следует. 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 я потом посмотрел что они делали пришли его чинить но к счастью они все-таки проверили они звучат гаечки чисто стрелковая конечно но и и и и и и Продолжение следует... 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 Если у вас вот эта функция нам известна через квантование, вот эта функция становится известной, просто это и есть единица на x со звездочкой. И тогда комплексное сопряжение. Посмотрим вот сюда, то матрица, самая характеристическая функция обратного оператора для квантования 2, это она же. Единица на экспоненту от минуса z на 2. То есть это она же, та же самая экспонента. То есть прямой оператор спадает с обратного. Здесь минус z, деленное на e, степени минус z, минус 1. Ну вот, и далее так же. Любопытно, что как оператор q, так и оператор s, вообще говоря, не являются плотностями мер. То есть они могут быть отрицательны, ничего страшного в этом нет, хотя они имеют смысл статистического взвешивания, так сказать, отдельных компонентов тау-квантований. Вот, тем не менее, эти самые компоненты можно брать с отрицательными вероятностями, как говорится. С отрицательными вероятностями. Вообще говоря, не обязательно. Не обязательно. Даже и не обязательно. То есть она может быть отрицательными вероятностями, так и получится. Как получится. Вот. Если σ это моменты прямого квантования вот этого, то μ это моменты обратного квантования. И они друг с другом связаны, и можно... Из условия s xs умножить на x со звездой s, все дальше ниже записанные вытекают. Да, абсолютно так. То есть вот это вот утверждение, дальше мы все можем вычислить. Для любого квантования все вычисляется. Ну, например, вот чисто математическое любопытство, что обратное квантование, то есть еду обратного квантования, оно связано с числом Бернолли. То есть мы выпали на число Бернолли неожиданно, вспомнив, что число Бернолли появляется в разложении, в коэффициенте разложения вот этой производящей функции. А она вот эта. То есть квантование Борна, обратное к нему, оно имеет вот этот вид. В сущности. И для квантования Борна мы просто имеем моменты обратной функции в виде чисел Бернолли, можно построить для квантования Йонтона, ну и так дальше. То есть для любого квантования эти числа строятся. То есть мы можем прекрасным образом любой полиномиальный символ вернуть в исходное состояние, так сказать, и назад. Это удобно. Полиномиальный. Да, полиномиальный. Ну вот эти вот обсуждения с операторами я пропущу, а дальше вот я скажу вот про что. А как обычно строится равновесное состояние? Ну классическая концепция. Решим уравнение Шрейдингера стационарное. Найдем собственные значения. Пусть собственные значения дискретные, простые. И тогда, значит, матрица плотности представляет из себя вот такую вот конструкцию. Опять-таки говорит Стерен Гильдерс Шнит. И надо понимать, что если у меня есть классическая функция распределения, ну классическая плотность, никоим образом оно вот сюда не приходит. То есть квантовать классическую функцию распределения бессмысленно и бесполезно. Потому что здесь комбинация проекторов на разные состояния, а здесь как бы совершенно не то. что эта вещь абсолютно другая. То есть написать такой интеграл можно, но он не будет отвечать никакому квантовому смыслу. И не будет матрицы плотности таким образом. А удивительная вещь состоит в том, что... Но динамику вы по-прежнему... Да, динамику мы по-прежнему умеем строить. А теперь я покажу, как строить статистику. А статистика строится с помощью вот этого чудесного утверждения. Ну, с одной стороны, есть стандартная теоремка из практически первого курса Матонаха. Вот о том, что если функция дифференцируема, и значение ее в нуле равно идитещике, то тогда вот такой вот предел существует и равен экспоненте. Ну, это почти замечательный предел. То есть следствие из него. На уровень операторов такой конструкт был предъявлен в 68-м году полчернов. Он даже не русский. То есть он русский, но сильно в следующем поколении. То есть он уже родился, по-моему, на Аляске и в Канаде. Значит, обсуждать саму теорему не сильно интересно. Важно то, что если есть некоторая функция, которая приличная, ну, в каком-то смысле. То есть она... Обжирная, это оператор назначенная? Да. Наверное, вот... Нет, нет, это научный компьютер. Лучше в компьютере. Логично. Да, обжирная, это оператор назначенная пока не будет. И вот такой вот итерационный предел известно, что сходится в полугруппе. Если F там непрерывно, сильно операторные пологие, разные там всякие на нее штуки хорошие повесить, то результат такого итерационного процесса... Полугруппа операторов там, где действуют F операторы. И в итоге, вот на основе этого похода удалось показать следующее. Если мы возьмем оператор E в степени TH, который нам надо построить, а E в степени TH, вот это вот экспонент, это, допустим, равновесный оператор. Ну, здесь можно T, это и минус B, например. Классическую функцию распределения. Повешу на нее квантовый значок. То есть сделаю вот эту бессмысленную операцию. Вот эту. Я сделаю бессмысленную операцию и повторю ее бесконечное число раз с уменьшающимся аргументом. F от T на N в степени E. Она сойдется вот сюда. Это совершенно выдающийся, как бы, утверждение. Утверждение не мое, а Смолянова. То есть это доказано его конструкцией в 2002 году. И вещь совершенно виртуозная. Мы можем бесконечное число раз проквантовать бессмысленную функцию, ну, вот с точки зрения квантовой механики, и получить на выходе статистический оператор, который отвечает правде жизни. Для любого А. То есть это как бы... В самом деле сильно. Для эрмятого оператора. Да, да, да. Для любого эрмитого оператора. То есть он не обязан быть просто оператором по квадратно-двоем, когда в это все самоочевидное. Не обязательно гамильтонианом осциллятора, когда это точно считается. Это вообще любой оператор. Это удивительное, конечно, утверждение. И с его помощью мы теперь можем получить вот такой конструкт. Я вам сейчас по ускоренной программе, потому что то, что я хочу успеть сказать, это как построить уровень эволюции функции Виггнера. Вот для чего я там предыдущие все вещи сказал. Притом, что для чистых состояний. Вот это вот ираковская программа. Итак, функция Виггнера формально строится, как такая функция классических переменных, но вообще говоря, содержащая букву H, которая постоянная планка, где-то внутри себя. Так что среднее значение квантового оператора строится по ней интегрированием от классического символа по фазовому пространству. Если мы поставим вместо формулу, как вычислять квантовый оператор через матрицу плотности и как построить матрицу оператора через ядро фунтования, то мы получим, что функция Виггнера связана вот с таким преобразованием с матрицей. Да, с тем самым ядром. Ну и, соответственно, матрицу плотности можно получить, зная функцию Виггнера и обратное ядро. Это один из важных результатов, потому что если мы сможем некоторым образом построить измеримую действительную функцию Виггнера, во многих случаях она действительная, то есть она, вообще говоря, не такова, может быть. Она может быть отрицательной, но естественной. Если она положительная, то все-таки у нее смысл вероятностный имеется. Отрицательный, но как бы не очень хорошо. То мы тогда, зная ядро фунтования прямое, мы можем строить обратное и получить матрицу плотности, которая неизмерима в боковых своих элементах, а мы, тем не менее, ее восстановим. Это довольно хороший вариант. И вот такая формула позволяет нам получить, ну, это вот классическое уравнение с эволюцией функции Виггнера. Я вам выпишу финал. Финальное уравнение. Да, финальное уравнение такое. Значит, вот на этом я и остановлюсь, но хочу, значит, прокомментировать вот это все, как бы можно забыть и посмотреть на последнюю строку. Сейчас я вам объясню, что такое последняя строка. Итак, пусть у меня W от QPT с функцией Виггнера, а лямбда – это ее фурие-образ. Изулятор фурие-преобразование. Пусть, соответственно, H с индексом k-омега – это фурие-образ гамильциньяна. У меня гамильциньян от QP, я по нему делаю фурие-преобразование, получаю набор обобщенных функций, если у меня полином. H к омега – это может быть дельта-функции, там вторая производная от нее, если это по квадрату. То, что является аналогом гамильциньяна – это фурие-образ гамильциньяна, умноженный на характеристическую функцию прямого квантования. То, что является функцией распределения – это фурие-образ функции Виггнера, деленный на обратное преобразование. деленное на преобразование искусствоведочкой, или умноженное на прямое, сложно говоря. После этого вот такой вот статистический оператор, его эволюция, она описывается через сдвинутую эволюцию ее же, УДК Омега – это не локальный оператор. Ну, уравнение на Виггнера – оно не локальное. Но и Омега – это не спектральное никакое. Да, да, да. Это просто конструкция. И вот это вот ядро преобразования. Ядро преобразования с гамильциньяном – вот такое вот ядро – это то, чем описывается в общем случае, абсолютно общий, произвольный гамильциньян, произвольное динейное квантование. Очень важно понимать, что функция Виггнера зависит от правил квантования, даже если этот самый H от него не зависит. Она есть такая специальная функция, которая от квантования зависит обязательно. И вот финальный аккорд – это получение вот этого уравнения. Это и есть уравнение эволюции функции Виггнера, так как мы будем говорить. Это функция Виггнера, а это гамильциньян. Ну, немножко такой. То есть здесь на самом деле разность, как она в коммутаторах должна быть. Буква, что-то присутствует, это важно, потому что, вообще говоря, можно было бы попытаться как-нибудь по H стремящимся к нулю это дело разложить. К сожалению, вообще говоря, вот эти буквы содержат H где-то внутри себя, и надо допускать, что они по нему аналитичны. Ну, чего на самом деле не имеет места быть, как правило. Вот я бы в этом месте тогда бы остановился, уважаемые коллеги. У меня там есть немножко разговор про гармонический осциллятор, но я тогда могу продолжить пятницу. Такой небольшой, небольшой зарисовка про вот то, как мы подходим к гармоническому осциллятору, это точно решаемая задача. Это интересно, и если вы позволите, у меня личное пожелание, что однажды вы еще раз расскажете. Это же или немножко иначе, таким образом, чтобы переваривший я мог задавать вопросы. Все, пожалуйста, я с большим удовольствием расскажу, потому что здесь, ну, это требует несколько более длительного самообсуждения, потому что отчасти это техническая процедура, но иногда в ней возникают методологические моменты, скажем так, которые вот важно как-то осознавать. экспонента обязательно с мнимой единицей, то есть аналог синуса космоса. Да, 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 совершенно верно. Ну, вот, коллеги, в большом сожалению, я сейчас... Большое спасибо. Мне лично было очень интересно. Где что у нас аргументы запаздывающиеся? А аргументы... У вас интеграла от сгинутого аргумента, и вы интегрируете по... А вы имели в виду, что я изначально говорил про запаздывающий пункцион? Нет, это... Если хотите, я вам покажу, что происходит при пунктовании Гаммертани Андариевна. Ну, просто. Нет, это просто была... Мотивация, да. Мотивация, да. Откуда есть пошла задача. Дори, всего доброго. Большое спасибо. Ну, еще и... В пятницу 13. Да, в пятницу 13. Пожалуйста, здесь же. Да, все. Да, до свидания. Да, Леонид. Привет. Всех благ. Я только через часок соберусь ехать. Ну, что же. Да. Но ничего, послушал. Добавно. Ничего не понятно, но не важно. Нет, понятно. Ничего не понятно. Продолжение следует...